конечно доброе утро доброе утро вторник сегодня начинаю программу тренис пресса в студии анна денисюки виталий иванов и как традиционно для вас сегодня мы будем работать в прямом эфире практически до половины десятого да и конечно же хочется для начала что пожелать вам хорошего дня хорошего настроения чтобы вас хватило энергии на весь этот замечательный день ну а сама мысль что у нас уже весна самом разгаре можно сказать мысль прекрасно радовать да может не радовать остается только пожелать еще вами счастья и здоровья что хорошее пожелание начинаем утро с хороших установок позитивных на завтра начинаем с анонса прямо сейчас узнаем более подробно что нас ждет сегодня программе не переключайтесь сегодня в утреннем эспрессо правильная осанка залог здоровья о новом проекте в эфире программы как уберечься от укусов клещей поговорим с нашим гостем что такое скандинавский бильярд и как в него играют в бресте расскажет татьяна болтуть интересная и полезная информация а также розыгрыши отличных подарков это далеко не вся информация которая ожидает нас сегодня впереди еще много интересного и полезного гости розыгрыши все это будет немножко позже ну а начнем мы с интересных фактов конечно же про март да связано с весной в южном полушарии март является первым осенним месяцем такая необычная история на самом деле у нас сегодня достаточно комфортная погода мне кажется если мы выжили в южном полушарии то вряд ли это было бы осень правда да конечно а вот еще интересно что по иранскому календарю отмечать новый год следует в марте 21 22 марта они отмечают друзья давайте отмечать сегодня новый год поздравлять уже телезрители даже с наступающим если вы живете в иране да действительно новый год начинается следует 21 или 28 22 марта а у римлян месяц март назывался в честь бога войны марса но белорусы традиционно называют март по родным родными словами такими как протальник копельник весновья в общем такие родные для нас весенние слова которые связаны и с дождем и с копелью и связано с таянием снега хотя снега у нас нет уже давно надеюсь снега уже в этом весной нас и не конечно да да но кстати говоря интересно что но в древние времена все вот приметы да а погоде на погоду да смотрели на погоде по погоду смотрели по погоде по приметам определяли какое какая погода делать все время да хорошо что нам это делать не надо у нас есть у нас есть прогноз погоды прямо сейчас а а Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро! Доброе утро, Брест! Good morning! Привет, Брест! Доброе утро! Брест! Доброе утро, Брест! Доброе утро! Привет, Брест! Доброе утро! Доброе ранец и Беларуси! И еще раз доброе утро! Присоединяйтесь к программе «Утренний эспрессо», а также к пожеланиям брещан, ведь самый простой способ поднять себе настроение – пожелать себе и друг другу доброе утро! Поэтому прямо сейчас, кто за столом, кто, наверное, завтракает, кто только что проснулся, желайте друг другу доброе утро! Да, можно еще позвонить друзьям, знакомым близким и тоже позвонить! Да, разбудите друзей и знакомых и близких, всем 20! Можно соседям пожелать доброго утра, кто живет в квартире, постучайте за стеночку и прокричайте! На самом деле, такие советы уже пошли, такие опасные! Но соседям все-таки не стучите, желайте доброго утра друг другу, кто находится рядом! Еще очень важно сохранить... Ну, а если вот соседи стучат, то все-таки рекомендуем вам не жаловаться! Ну и вообще, по жизни не жаловаться, а настраиваться на позитив! Почему? Потому что ученые доказали, что такое поведение программирует наш организм на болезни! Ну что ж, болеть мы точно не хотим! Собственно говоря, окружение меняет мышление! Ну, при виде человека, который испытывает гнев или какой-то бурный восторг, человек, который находится рядом, начинает настраиваться на ту же волну, ну, для того, чтобы понять, что чувствуют собеседники, и поэтому настраиваются, ну, достаточно эффективно! Что касается эффекта толпы на фестивалях и концертах, то здесь, собственно говоря, медицинское определение этого эффекта! Да, вот это и есть вот этот эффект, который срабатывает! Что делать при этом? Что при этом делать? Ну, самый верный способ, это, конечно же, окружать себя хорошими людьми, позитивными, с хорошим настроением, да? То есть стараться избегать, конечно же, по возможности негативных ситуаций, людей, как-то сглаживать эти все моменты. Ну и, конечно же, второе, это перестать... Страдать! Перестать страдать! Перестать жаловаться на жизнь, еще раз это повторяем, потому что, на самом деле, негативные мысли, они трансформируются в... Друзья мои, такие мысли светлые сегодня, улыбающиеся! Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, дозванивайтесь, у нас впереди будут розыгрыши, очень интересные гости, но прямо сейчас календарь, узнаем более подробно, какие исторические события были связаны с днем сегодняшним. Сегодня 14 марта, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1879 году родился один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн. Во время учебы в гимназии он считался проблемным учеником, постоянно спорил с учителями и несерьезно относился ко всем предметам, кроме математики и латыни. В этот же день, в 1898 году, родился Александр Рапцевич, один из руководителей партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. С июля 1942 года он был командиром диверсионного партизанского отряда «Храбрецы», который на территории Бресской, Гомельской и Могилевской областей провел 218 диверсий. 14 марта в 1932 году родился скульптор Николай Рженков. Основная тема творчества — героическая история белорусского народа. Среди работ памятники в честь победы русских войск на реке Березина под Борисовым. Он также является автором композиции «Война 1812 года», «Партизаны», «Новая Полесья», один из создателей монумента в честь матери-патриотки Бжодина. В этот же день в 1956 году был продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. Разработчик новинки — американская фирма «Ампекс». Она была основана российским иммигрантом Александром Михайловичем Понятовым. Название фирмы только наполовину состоит из инициалов основателя, вторая же половина названия — это производная от английского слова, имеющая перевод «Ваше превосходительство». Как бывший полковник в царской армии, Понятов имел на него право. 14 марта в 1979 году родился телеведущий, киноактер и участник телепроекта «Камеди Клаб» Павел Воля. Был капитаном пензенской команды КВН, диджеем русского радио в Пензе. На сегодняшний день активно снимается в кино и является владельцем звукозаписывающего лейбла. Вот столько сегодня замечательных, интересных событий в этот день и дни рождения. А еще, кстати говоря, сегодня Международный день рек отмечается. Или по-другому называют этот праздник Международный день действий против плотин. И специально по этому поводу мы подготовили для вас подборочку красивых фотографий, интересных рек со всего мира. Прямо сейчас на экране появляются фотографии река Деллайте, Португалия. На самом деле, похоже, называли голубым драконом. Действительно, извилистое такое очертание. Очень точно вырисовывает дракона в китайском стиле. Вторая фотография, которая у вас появится, от реки Ли, провинция Гуанси в Китае. Судя по граммам, это точно Китай. Это очень живописное место. Это вот распространенная, так называемая, рыбалка бакланами. Речной пейзаж Ли, можно увидеть на купюре 20 юаней. Следующее фото у нас, это река Пятицветов. Такая удивительная река, в которой вода окрашена различными цветами из-за водорослей, которые там находятся. Следующая фотография, в которой появляется река Аллат на Аляска. Извилистое, очень живописная река. Называется самой красивой рекой Соединенных Штатов Америки. На самом деле, красота какая-то, правда. Горы какие-то, хочется туда. И последняя река, это река Соча. Река протекает из Словении и в Италию. Ее часто называют изумрудной рекой из-за цвета, необычного цвета воды. Цвета такой, ночью протяженность ее составляет 140 километров. Ну, что добавить? Белорусская природа не менее красивая. Поэтому, если у вас есть возможность на выходные посетить, съездите на какую-нибудь нашу реку, например, Муховец или Западный Бук, а может быть куда-то подальше. И обратите на красоты белорусского края тоже внимание. Конечно. Наверное, сейчас мы продолжаем нашу программу, обзор прессы. И переключайтесь, скоро вернемся к вам. Брестской областной больнице провели две уникальные операции по восстановлению слуха. Тимпанопластику, а именно так называются данные операции, врачи лор-отделения осваивали под руководством директора Республиканского научно-практического центра от Арина Ларингологии Николая Гребеня, сообщает Заря. На Брещине растет число уголовных дел по статье «Мошенничество». За 2016 год в области было возбуждено 530 уголовных дел. Только за январь нынешнего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, рост мошенничества ставил более 80%. К сожалению, чаще всего выгодные условия для аферистов граждане создают сами. Учащиеся среднюю школу номер 4 города Иваново успешно выступили в международном фестивале-конкурсе «Мьюзик Исленд Опен» в рамках 13-го международного проекта «Караван культуры в Польше». Фортепианный дуэт в составе шестиклассниц Анны Черенович и Анастасии Жушма стал обладателем Гран-при. Не менее яркие были выступления других учащихся школы. Подробности в свежем номере газеты «Яновский край». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Возвращаемся в студию прямого эфира. Вторник, 14 марта, Международный день рек. А также сегодня, как мне поделилась Анна за кадром, у нас день между числа пи. Да, но об этом мы расскажем подробнее чуточку позже. Да, оставайтесь с нами, и вы узнаете все о числе пи. Ну, прямо сейчас мы переходим к нашему тоже очень интересному части нашей программы. Это «Круза Грушу». Есть возможность выиграть два билета. Один пригласительный билет на два человека в филармонию на прекрасный концерт, который состоится в ближайшее время. Более подробно мы сейчас вам расскажем. 21 55 65. Телефон нашей студии. Билет на двоих, да? Билет на двоих, да, в филармонию на концерт, который называется «Весенняя мелодия для флейта». Я думаю, это будет отличная возможность для счастливчика, который к нам дозвонится первым и правильно ответит на вопрос, выиграть этот пригласительный билет. Пригласительный билет. Концерт состоится в филармонии, как мы уже сказали, 14 марта в 18.30. И прямо сейчас, дозвонившись до нас по телефону 21 55 65, ответив на несложный вопрос, вы заберете этот пригласительный билет. А вопрос у нас расскажет коллега. Название этой нелетающей птицы из Австралии состоит из двух нот. Что это за птица? Такая птица, которая связана с музыкой. Итак, название нелетающей птицы из Австралии, которая состоит из двух нот. Что это может быть за птица? Давайте просто вспомним ноты. До, ре, ми, фа, соль, аси. И составим из двух нот. Все, я знаю. Просто в Гамме есть две. Да, все, осталось дозвониться. 21 55 65, телефон прямого эфира нашей студии. Звоните, выигрывайте этот замечательный билет на концерт, филармонию. Отличное, я думаю, будет отличное времяпрепровождение. Можно пригласить... Весенье будет для флейты, так называется, мероприятие. Друга, подруга. Друга, подруга, да, или два друга, или две подруги просто сходят. 21 55 65. Сейчас мы отгадываем необычную птицу, которая связана с названием. И название этой птицы связано с двумя нотами. музыкального стана. Ну, ребят, ре убираем, ми убираем. Можно пропеть даже все новости. Фа-фа вряд ли, понимаете, да? Вот, запрещают подсказывать наши коллеги, поэтому, уважаемые телезрители, дозваниваемся, думаем и выигрываем сертификат. 21 55 65. Есть звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Как тебя зовут? Саша. Саша, почему не в школе? А? Почему ты не в школе? Сейчас пойду. Первая смена? Да. Отлично. Как настроение? Отлично. Супер. Какой класс? Седьмой. Седьмой класс. А скажи, Саша, ты всегда смотришь утреннее эспрессо, когда собираешься в школу? Все время смотрю. Молодец. Кто-нибудь помогает тебе смотреть? Да. Родители, например. Ну что, Сань, у тебя есть такая уникальная возможность выиграть пригласительный билет на два человека. На самом деле, прекрасное мероприятие, ответив на вопрос, что за птица, название которой состоит из двух нот, при этом она не летает. Ля-фа. Эй. Ноты правильные, но немножко не так. Дозваниваемся еще. К нам есть возможность у нас у других телезрителей. Другие две ноты. 21-55-65. Еще кто-нибудь, пожалуйста, к нам. Ну вот видишь, ля-фа. Была такая песня, там еще была доля фаброй песни. Ну, похвально, то, что Саша позвонил нам, это похвально. Он молодец. Я хочу поздравить его с тем, что он позвонился. Молодец, Саша, и молодец, что смотришь нашу передачу. Я бы сказал, молодец родителей, которые разношают ребенку смотреть утрен на телевизор. А что это отличное занятие пересеку. Кстати, может быть, другие дети смотрят тоже телевизор. Есть звоночек, да. Доброе утро. У нас еще один Доброе утро. Доброе утро. А вас как зовут? Надежда. Надежда. Спасибо большое, что вы с нами. А почему не на работе? Ну, пойду еще на работе. А что же пойдете? Отлично. Как здорово, что все вот перед тем, как мы идти из дома, смотрят нашу передачу. Надежда, как же называется эта птица? Может, эта птица Додо. Да, конечно. Да, это правильно. А знали или догадались? Ну, так, гадала. Понятно. Ну, вот такие, на самом деле, созвучно, правда? Как-то Рэми не очень бы называлась. Вот Додо, отлично. Ну, поздравляем вас, не кладите трубочку, расскажут вам, что делать дальше с этим пригласительным билетом. Ну, вот, как видишь, знают люди птиц. Да, это хорошо. Кстати, эта птица уже вымершая, считается. Серьезно? Да. Это такая реликт. Да, это птица. Но она такая, кстати говоря, очень популярная и используется и в мультиках, и в различных передачах. Дорогие друзья, которые живут не в Австралии. Дорогие брещане и регион. У нас прилетели гуси. Недавно летели. Такое радостное событие, которое наслаждается умиляет. Весна двигается семимильными шагами. Прямо сейчас мы продолжаем двигаться по эфиру. Интересный сюжет для вас. Скоро вернемся снова в студию прямого эфира. Доброе утро. У представителей большого спорта есть младшие братья. У тенниса это пинг-понг и сквош. У гольфа мини-гольф. У футбола тоже мини. Кому-то бильярд показался очень большим. Его урезали, и младшенького назвали новус или морской бильярд. В Бресте эта игра существует едва ли не подпольно, хотя официально считается видом спорта. Хоккейная шайба, бильярдные лузы, бейсбольная бита и шашки – все это уместилось в одной игре. Неудивительно, ведь в свое время ее придумали брутальные викинги, а подхватили моряки. Сейчас вот игру эту то ли бризом, то ли нордом занесло в Брест. Новус – действительно младший брат бильярда. У него все меньше. Стол, требуемые навыки, даже шума от него меньше. Чего не скажешь о драйве. В ней очень много интересных ситуаций возникает, забавных, которые вызывают смех. У нас, например, были случаи, когда после удара фишка попадает в лузу, вылетает из лузы, становится на ребро, катится и падает в другую лузу. Но где такую ситуацию в обычном бильярде увидишь? От бильярда в новусе кей, лузы – до общей принцип игры. Вместо шаров – фишки. Вот это вот называется бита. Видите, вот на ней. Она выполнена из цельного куска дерева. А вот это называется пешки. У каждого игрока по восемь таких фишек, которые нужно загнать в лузы. Загнал – выиграл сет. Правила игры тут, в принципе, простые. Двум игрокам выдаются определенные калистры фишек. И битой ты должен, попадая в фишки, загнать фишку в лунку. Вначале вообще не было единых правил, поэтому современное – это результат, так сказать, тщательной селекции. Новус прост в освоении, поэтому игра по зубам даже детям. Сейчас точно в лузу ляжет, отсюда вижу. В новусе важны те же моменты, что и в большом бильярде. Сосредоточенность, твердая рука, четкий глазомер. Я же сказал, что ляжет. Эта игра является уникальной, ее правила просты. Хотя новус не является олимпийским видом спорта, ее правила трактуются очень даже вольно. И каждый может придумать даже собственное. Наверное, именно поэтому игра стала поистине народной. В игре важны расчет и точность, а вовсе не сила. Поэтому играют в новус деловые люди. Любят балтийский бильярд и романтики. Она напоминает о странствиях и путешествиях. Английские моряки, они любили ходить по пабам, в тавернах и прочее. И играли в бильярд. Но на море, когда качка, в бильярд не поиграешь, потому что большой стол, шары катаются. И они придумали такой вид, разновидность игры. И назвали ее «Новус». Морской, прибалтийский, капитанский и даже скандинавский бильярд. Эта игра известна под самыми разными, заметьте, экзотическими названиями. А сейчас понемногу новус стал приживаться и в Бресте. Чтобы разрядиться во время обеденного перерыва, в каждом офисе было бы неплохо иметь такое, чтобы ребята пришли. Сейчас, в принципе, у нас какая же гиподинамия, правильно? Мы сидим, упершись в монитор компьютера, встали, не встали, прошлись, не прошлись. Обедаем и то на рабочем месте. А тут встали, подвигались хоть как. Подвигался, согнулся, замахнулся, ударил. Брещане, причем все без исключения люди очень серьезные, уже настолько втянулись в игру, что готовятся к международным соревнованиям. И мало того, поговаривают, что совсем скоро здесь откроется Федерация Новуса. А это уже уровень. Доброе утро. Мы снова в студии «Утреннего эспрессо». И зарядились уже, я надеюсь, хорошим настроением, да, клип, у нас музыка, потанцевали, повеселились, под чашечку кофе. Ну, а сейчас немного поговорим на более серьезные темы. Конечно, у нас в студии присоединились гости. Мы вам обещали, что сегодня будут самые интересные гости, которые будут на этой неделе. Прямо сейчас мы с удовольствием представляем наших гостей. Виктория Александровна Козел, врач-эндокринолог 1-й детской поликлиники города Бреста. И ясковец Юлия Владимировна, врач-травматолог-ортопед. Здравствуйте. Это же поликлиники. Доброе утро. Здравствуйте. Как утро начинается у врачей? Позитивно. С чашечкой кофе тоже. Конечно. Ну, а у ортопедов? Они сразу настраиваются на гипсы, на переломанные руки и ноги. Конечно, да. Вот с такими, мне кажется, такими улыбками, с такой внешностью дети будут вылечены очень быстро. Ну, тема сегодня у нас очень интересная. Информационный повод – это проект «Правильная осанка». Я слышал, что это составляющая часть огромного проекта «Мой выбор» – жить с позитивом. Так ли это? Да, совершенно верно. Это в Брестской области стартовал проект «Мой выбор – жить с позитивом». Это совместный проект область полком, отделы образования, отделы здравоохранения. Цель этого проекта – то есть научить подростков, детей, все-таки, чтобы их выбор был жить с позитивом. Жить позитивно – это значит жить здорово, жить, как говорится, здоровым. И поэтому был дан этот старт этому проекту. Вообще, это в рамках нашего такого большого проекта «Здоровая семья», который проходит ежегодно в Брестской области. В итоге выбирается самая здоровая семья нашей Брестской области. Проводятся массовые информационные, ознакомительные мероприятия. То есть этот старт был дан, и начался он с этого проекта «Правильная осанка. Залог здоровья». А почему именно выбрано такое направление? Направления будут выбраны разные. Дело в том, что дети и подростки – это тот контингент, который составляет будущее здоровья нашей нации. То есть то, из чего мы вырастим наших детей, тот будет наш потенциал. Как социальный, так экономический, так и генетический. То есть это самая уязвимая группа населения. И в этом году мы взяли, наверное, по статистике, взяли те заболевания, которые чаще всего подвергаются дети и подростки. То есть это, как правило, заболевания позвоночника, заболевания органов зрения и обменные процессы. Потому что растет риск ожирения и избытка массы тела. Поэтому взяли наиболее актуальные эти вопросы и вынесли в отдельные проекты. То есть осанка, надо срочно съесть ровно? Ну, осанка, скажем так, это то, что мы еще можем коррегировать. То есть если у ребенка на раннем этапе, либо у подростка отмечены какие-то нарушения, это то, с чем можно работать. Коллеги, опять же, коллеги, Юлия Владимировна, вот как определить, начинается проблема у ребенка с осанкой или нет? Вот родитель просто, который сейчас нас смотрит, вот он пошел и посмотрел. А ну-ка, сядь, ровно проверься. Как это? Какие признаки? Когда родитель смотрит на своего ребенка, нужно, во-первых, ребенка раздеть. Вау. Когда они, допустим, купают ребенка, не успеют. Так, ясно. Нужно хорошенько его посмотреть. То есть это будет асимметрия над плечей, то есть вот эта часть. Руки нужно ровно по швам поставить и посмотреть на треугольники талии. То есть между рукой и талией посмотреть на вот эти вот промежутки. Они тоже будут асимметричны, если есть какие-то проблемы. Это надо стоя делать. Да, стоя, стоя обязательно. Мы не проверим. Я уже хотел на Ане проверить. И нужно повернуть его спиной желательно. И мы посмотрим углы лопаток. Тоже очень хорошо будут сзади видны. Вот. И они тоже будут немножко асимметричны. Это то, что родители могут сами посмотреть дома, то есть без каких-либо специальных приспособлений. И родители всегда должны следить за тем, как ребенок сидит. Допустим, при том моменте, когда он делает уроки, либо когда кушает, некоторые дети подкладывают ноги под себя постоянно. Это плохо. Очень плохо. А взрослым? Это уже не страшно? Взрослым уже не страшно. Потому что после закрытия зон роста у нас в костях уже никакой сколиоз, ничто это не разовьется. Зон роста в костях? Да. Ань, ты слышишь, что зон рост в костях? Нет. А что это такое? Расскажите. Зоны роста – это определенные участки в костях, в которых закладывается именно рост, откуда наша косточка начинает увеличиваться. Либо в длину, либо в ширину. И вот это надо кушать кальций? Кальций можно кушать, он лишним не будет. Но если какие-то переломы, то тогда уже можно его больше, допустим, принимать. Но конкретно на само сращение перелома он не имеет. А то есть вот вы говорите, что если взрослый человек, уже ему не грозит ни сколиоз, ничего. То есть, получается, кости у него не растут. И если он кушает кальций, он влияет на его организм? Да, на крепость. В пожилом возрасте стоит обращать на это внимание? Нужно ли ему есть? Ломаем все в детстве, потом больше ломаем все в возрастном состоянии. Ну, в общем, питание должно быть сбалансировано. Вижу по глазам, все понял. Включая кальций, содержащие продукты. В любом случае он должен быть, да. Виктория Александровича, скажите, почему, вернее, как возникла идея именно объединить и образование, и медицину? И насколько вы считаете эффективным именно такой тандем в рамках реализации этого проекта? Ну, скажем так, тандем этот эффективный. Это показано уже не первый год. То есть очень часто, в частности и поликлиники, мы очень тесно дружим с учреждениями образования. То есть школы, колледжи. Это мы проводим как образовательную работу, то есть семинары, какие-то тренинги, какие-то лекции для школьников, когда сначала теорию на доступном, понятном уровне этих школьников говорим. И в то же время с сотрудничеством, допустим, на данный момент школы иногда точнее знают, на какого ребенка надо обратить больше внимания. Все дети у нас в Бресте, в республике проходят диспансеризацию, то есть когда они осматриваются особыми врачами. Но есть у нас социально уязлимая категория населения, то есть на которую требуют более тщательного внимания, где-то за счет того, что родители не уделяют должным образом за здоровьем детей. И в этом нам помогают, конечно, учреждения образования, то есть социальные педагоги. Вот в субботу, в частности, на базе нашей поликлиники будут проводиться в рамках этого проекта как бы следующий этап, когда врачи-специалисты, эндокринолог, невролог, кардиолог будут тщательнее осматривать, проводить осмотр детей из социально неблагополучных семей, многодетных, из школ. То есть нам будут переданы списки с этими детьми и их родителями. Будет проведена информационная беседа, где будут рассказаны все, ну, наверное, не тонкости, а особенности детского возраста, на что обращать внимание. Как говорим, здоровый образ жизни должен начинаться в семье. И эти детки пройдут осмотр у врачей-специалистов. И если кто-то будет нуждаться в более конкретном какой-то госпитализации либо более углубленном обследовании, ему это будет сделано. Должны будут прийти в поликлинику эти семьи? Или есть возможность у вас посещать эти недолго? У нас были и выездные бригады, когда наши специалисты посещали Домачево. Они посещали поселок Муховец и на базе школы. И делалась кардиограмма, делалась УЗИ щитовидной железы этим детям. В субботу эти дети придут к нам, потому что это ближайшие школы. Им также будут проводиться УЗИ щитовидной железы, электрокардиограмма и осмотр специалистов. Списки со школ мы уже будем получать. И вот этот тандем школы и поликлиника даст, наверное, более положительные результаты. Ортопеды будут в субботу работать? В субботу дежурство ортопедов будет. Поэтому если какой-то ребенок будет нуждаться в осмотре, да, конечно, будет осмотрен. Илья Владимировна, профилактика бывает вообще в вашей специализации, в специализации травматологии? Профилактика травм? Да, вот именно этого. Переломов, например. Профилактика травматизма есть, она проводится. То есть детям объясняется, как нужно себя правильно вести, техника безопасности. Всегда это объясняется доступно. Дети, они понимают, но когда они не под присмотром родителей, чаще всего происходят травмы. Поэтому следить за каждым ребенком, это немножко тяжело. Ну, а если что-то случилось, то уже не паниковать? Да, конечно. Все это дело поправимо, у детей все срастается очень быстро, процессы идут хорошо. Слышали про какие-то волшебные вместо гипсотехнологии? Да, давно уже используется этот пластиковый гипс? Да, он используется. Чем он лучше? Он лучше тем, что он легкий, во-первых. Во-вторых, он довольно прочный. Его тяжело сломать, как обычный гипс. И с ним можно и мыться, и, допустим, когда на море ездят, тоже с этим гипсом проблем никаких нет. Но единственный минус в том, что он дорогостоящий. Дорогостоящий материал. Да, по сравнению с обычным гипсом. Лучше руки не ломать. Уважаемые телезрители, хочется напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире по телефону 21 55 65. Можете дозваниваться до нас. Возможно, у вас есть какие-то вопросы к нашим специалистам. Еще есть несколько минут для того, чтобы успеть задать эти вопросы. Возвращаясь к этим акциям, взрослые могут присоединиться к акции «Мой выбор – жить с позитивом»? Да, конечно. Я говорила о том, что мы осматриваем и семьи, и взрослые, и дети. Точно так же они могут присутствовать при лекции. Мы показываем видеофильмы для подростков. В акции принимают участие дети от 10 до 17 лет. Мы эти контингенты тоже немножко разделяем. И, допустим, поднимаем разные вопросы. Уделяется внимание и профилактике суицидов на данный момент. И психологическим вопросам, которые... Подростки такой, скажем, очень народ, у которых вроде бы они не дети, но уже не взрослые. Поэтому с ними, конечно, работать отдельно. Вот работаются, показываются видеофильмы. Конечно, поднимаются вопросы профилактики и табакокурения, и наркомании. Родители, конечно, рады видеть. В любом случае они имеют право прийти тоже на консультацию со своими детьми. Ну что ж, если вот такие вот, как вы, с позитивом придете в такие семьи, я уверен, что проблем в семье будет меньше и меньше. Спасибо большое вам, что были сегодня с нами. Благодарим вас за наш визит к нам. Спасибо, что поделились с нами, с телезрителями. Красивые, компетентные врачи. Полезная информация. Руку ломать не буду, но на прием приду. Уважаемый телезритель, напоминаем о том, что мы сегодня беседовали с специалистами в рамках проекта «Мы выбрать жизнь с позитивом» и «Правильная осанка. Залог здоровья». В гостях были Виктория Александровна Козел и врач-эндокринолог ЕСКОВЕЦ Юлия Владимировна. Прямо сейчас мы продолжаем. Что, ну, в контексте разговора о детях у нас самая детская наша рубрика «Человечки». Детям, которые болеют. Я бы помогла маме. Ну, лучшим друзьям там, чем никого денег нет. Я бы дала маме чуть половину и папе половину. И половину бы себе оставила. Работчикам в магазинах. Ну, я бы дал денежку кому-то на день рождения или просто так. И они бы, ну, что-то вот, кому я дала денежку, они могли что-то купить себе. Человеку, у которого они денег, мне денег дал бы. И денежки он что-нибудь купил. И если бы еще человеку не хватило на что-нибудь, я бы дал. Моим друзьям. Моим друзьям. Моим друзьям. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, теперь включим другую сковородку Немножко нагреем Без масла Мы это сделаем специально, чтобы пожарить сыр Так, хлебушек у нас уже практически готов Теперь мы жарим моцареллу Постоянно следим за моцареллой, чтобы она не сгорела И сильно не поплавилась Так, вот она как раз начинает поджариваться с одной стороны Аккуратненько сдираем И переворачиваем Вот так вот Мы выключаем хлебушек И снимаем моцареллу И перекладываем на хлебушек Мы пожарили хлеб И моцареллу Теперь нам осталось добавить немного сверху огурца, цикория, зелени И наше блюдо практически готово Я вот отрезал верхушку цикория И каждый листик мы режем ровно наполовину Вот таким вот образом Нам нужно около 6-7 листочков И то мы просто порежем Потом посмотрим, сколько выжжет Также нам понадобится мякоть апельсина Я уже заранее его приготовил Мы его режем на три части И огурец Огурец Нарезаю тонко Нам достаточно Его пополам Вот такими вот штучками Теперь мы это все посолим Немного поперчим Добавим немного оливкового масла Перемешаем Немного укропа Можно порезать, можно порвать И одну веточку шалфея Мы ее мелко нарежем Шалфей придаст особый свой аромат Который ни с чем не сравним Еще опять перемешаем Гарнир к нашему хлебу и моцарелле готов Теперь нам осталось все это выложить И украсить Мы берем наш хлебушек Выкладываем аккуратно сверху Весь наш гарнир Так вот Вливаем все это Немного Оливкового масла Вот и все Наш завтрак Для нашей второй половинки Готов С вами был шеф-повар Ресторан Эрмитаж Гринин Иван Приятного аппетита Очень интересным фактом Костюмы Леликовской свахи Из Кобринского района Претендует на включение В государственный список Историко-культурных ценностей Беларуси Старинный женский костюм Был распространен в деревнях Этого региона В Кобринском и Драгическом районах Если быть более подробным Традиции его создания Сохранились и до наших дней Костюм свахи Кстати говоря Одевался исключительно На свадьбу И отличительной особенностью Наряда Был особый орнамент В виде глаз Который нашивался На сорочку, юбку и фартук А также Был интересный Головной убор У свахи Такая своеобразная Кокошник С петушинами перьями Да, здорово Очень красиво Сваха на самом деле Играла очень важную Очень особенную роль Она руководила Всем процессом На свадьбе Также имела Такие специальные глаза Так называемые Которые были нашиты На этом народном костюме Но еще интересно Что не одна Должна была быть сваха А как минимум Да, 5-7 А у зажиточных Считалось Где-то нормально Приглашать до 15 свах Что они должны были делать Они должны были Петь песни Чистушки И развлекать всех гостей Вовлекать их в этот праздник Чтобы всем было весело Мы очень рады Поздравляем наших соотечественников С этой победой Еще, кстати говоря Не победа Это еще заявка Будет только рассматриваться Мне кажется, что победа будет Да, я думаю В любом случае Это интересно Это здорово Что костюмы включаются На самом деле Интересный костюм Можно в интернете прописать Найти фотографию Посмотреть На самом деле Это необычно Сейчас мы смотрим сюжет Потом слушаем Хорошую музыку И после этого всего К нам присоединится Наш следующий гость Мы обещали Что гости у нас будут Сегодня самые интересные Поэтому Главное Очень актуальные темы Да, слушаем музыку А после этого Присоединяемся к нам В прямом эфире Недалеко от Пружан Две небольшие речки Муха и Вец Сливаются И дают начало Новый Муховцу В свою очередь В Брестской крепости Если вы там были То наверняка видели Это место Муховец Впадает в западный бок Считается Что именно На слияние этих рек И возник Брест Или Бересте Но это предыстория Сегодня для Брещан Набережная Муховца Отличное место Для прогулок И отдыха Пройдемся немного По набережной Кстати Вот так Она выглядела Около полувека назад В 70-е годы Планировалось Расширить территорию Городского парка До берега Муховца Пока не сложилось Но все равно Это место Одно из популярных В городе Брещане Очень любят Приходить на набережную Чтобы покормить Лебедей и уток С одной стороны Дело благородное Но с другой стороны От этого Городские птицы Совсем обленились Им уже не надо Искать пищу А можно рассчитывать Исключительно На человека Занятие Это конечно Достаточно романтичное Но надо помнить О том Что птицы Потом не хотят Улетать на зимовку И могут просто пострадать Так что Как говорится Палка о двух концах Между прочим Пока вы смотрите На лебедей В поле вашего зрения Попадаются баржи Если пройти от пирса Немного западнее Вы попадете В речной порт Когда-то здесь Находился Лесозавод Тартаки Речной порт В Бресте Основан в 1940 году Наиболее активно Стал развиваться С 50-х годов В свое время Через речной порт В Бресте На экспорт Провозили даже Железную руду В Германию Как видим И сегодня Порт без дела Не стоит А именно Основное направление Деятельности порта Перевозка Песка И щебня Песок добывают Из русла Муховца Между прочим Планируется Что когда-то Судоходным Будет и бук Находится Кстати На водной глади Муховца И место Для маленьких судов На набережной Муховца В Бресте Есть своя спасательная станция И даже свой кот Матроскин Здесь можно ознакомиться Не только с правилами Поведения на воде А также с правилами Оказания первой помощи Но также в сезон Насладиться прогулкой На лодке Или катамаране Кстати Набережная Прекрасное место Для семейного отдыха А также для прогулок С четвероногими друзьями Всего в Бресте Порядка трех десятков Таких мест Набережная за Цумом Одно из наиболее живописных Особое место На набережной Конечно Занимает место Выгула собак Здесь вы можете Не только поиграть Со своими питомцами Но даже Завести полезные знакомства С такими же Собаководами Любителями Стоит обратить внимание Что место Пока не огорожено А собачья радость Пределов не знает Поэтому владельцам Собак надо следить За своим питомцем На прогулке Чтобы не причинять Неудобств окружающим Так что Если вы еще не были В Бресте Или давно Просто не гуляли Сделайте себе Маленький подарок Небольшую прогулку По живописному Берегу Муховца Доброе утро Брест Брест подъем Привет Прекрасного вам дня Доброе утро Брест Всем привет Брест привет Привет вам отмечанки Доброе утро Брест Просыпайся Брест Доброе утро Брест Всем подъем Доброе утро Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это уже для нас не новая проблема, давно известная не только для нашей области, но и для республики Поэтому мы на сторже, люди в курсе ситуации Мы проводим каждый год, особенно перед сезоном активности, широкую информационно-образовательную работу Раздаем памятки, листовки В телевидении выступают наши специалисты, рассказывают, как себя безопасить на контроле А в целом, что характерно для нашей области по клещевым инфекциям? В первую очередь, как сказал ведущая, что действительно, к сожалению, но это так, что в последние годы сезон активности клещей увеличился Да, раньше это был действительно апрель и максимум октябрь Сегодня можно говорить, что в нашей области, с учетом климатических условий, это теплые малоснежные зимы Теплые длительные осени, комфортные для их выживания и деятельности, их жизнедеятельности Поэтому уже кусают, начиная с февраля и заканчивая в некоторые годы, вот последние, даже в декабре Поэтому можно говорить о круглогодичности, но говорить уже о заболеваемости этими клещевыми инфекциями круглогодично не приходится Потому что все-таки не круглый год люди ходят в леса, где в основном происходит заражение И не работают на дачных участках, где также большой риск заразиться клещевыми инфекциями Поэтому случаи есть, но они спорадические, то есть единичные А на сегодняшний день уже есть укусы клещей среди населения и может какая-то статистика? Ну, статистика, естественно, есть Мы же ведем надзор за этими инфекциями, энтомологические обследования Поэтому, естественно, статистика ведется Статистика и заболеваемости, и, значит, статистика наличия и количества клещей в природных биотопах И статистика укусов людей клещами На сегодняшний день у нас уже, к сожалению, но это реальная картина Вот на вчерашний день было 7 человек, укушенных клещами Это только март Это только, ну да, март При этом уже начнем с того, что один случай был в Кобринском районе Мужчину укусил клещ в сельской местности при выгуле собаки Он где-то гулял там возле лесного массива Поэтому остальные случаи произошли в городе Бресте и один в Брестском районе Тоже в частных домовладениях, вблизи частных домовладений То есть там, где ближайся Насколько опасны вообще все эти укусы и как они могут проявляться и какие последствия вообще могут быть для человека? Ну, укусы опасны тем, что клещи являются переносчиками ряда клещевых инфекций На сегодняшний день уже ученые всего мира установили, что они переносят 9 клещевых инфекций Но для нашей республики и области в том числе в целом характерны две инфекции Это лаймборелиоз и клещевой энцефалит Клещевой энцефалит в основном характерен, конечно, в том случае, если человека укусил клещ, зараженный этим вирусом клещевого энцефалита В диких природных заповедниках, заказниках Для нас это 5 эндомичных таких территорий мы выделяем То есть где это заболевание сформировано и существует уже длительный период времени На сегодняшний день это Пружанский, Каменецкий район, Беловежская и Ружанская пуща Это у нас Косовская зона Ивацевического района Это у нас район Бронной горы Березовского района И лесные массивы Малорицкого района, которые граничат с территорией Украины В частности, с Шацким национальным парком Но, к сожалению, надо сказать, что на сегодняшний день уже количество природных эндомичных очагов потихонечку растет И сегодня уже присоединились территории Бресского района, ряд территорий Жипенковского района, Ивановского, Пинского, Лунинецкого, Столинского, Кобринского, Ляховичского То есть практически... Погода способствует, да, вот это все? Да, да, это способствует в первую очередь, конечно, климатические условия Тепло стало То есть они не погибают, они впадают в некое оцепенение И под, допустим, листвой, там, валежником сухим, трохот, ну, застоявшимся там, сухостоем Они сохраняют свою жизнеспособность, и как только потеплело Потому что уже при плюс пяти, если они не погибли, они становятся активны И готовы, так сказать, наводать и питаться, и развиваться Вот вы сказали, что, да, пошел выгуливать собаку взрослый человек То есть несмотря на сознательность граждан, несмотря на вашу работу, которую вы проводите профилактическую Вот он, по сути, делал на ровном месте, да, пошел выгуливал И вот в группе риска что ли? Взрослый в том числе? В группе риска все, в первую очередь То есть в зависимости, нет зависимости риска от пола или возраста То есть это все зависит от того, где гуляют и соблюдают ли меры предосторожности То есть, естественно, в группе риска в первую очередь люди, специальность которых связана с лесом Лесозаготовители, егери, ну и так далее То есть те, кто по долгу службы своей находятся в лесу Так? Значит, далее группой риска являются, особенно в сезон, обычные люди Которые любят собирать грибы, ягоды Далее в группе риска находятся также люди, которые без соблюдения правил, ну, как бы, профилактики Они, допустим, проводят какие-то сельхозработы на своих дачных участках, где их также много Почему их там много? Потому что прокормителями клещей и природным резервуаром клещевых инфекций для этих клещей являются грызуны И банальные грызуны, которые, соответственно, ну, если они расплодятся, то бегают и разносят, так сказать, этих клещей по всей территории Так они попадают, естественно, и в города, и в лесопосадки, и все Поэтому немаловажным, естественно, надо проводить эти работы по благоустройству, очистке, скашиванию травы Илья Анатольевна, у нас есть возможность анонсировать телефон, прямого эфира, 21-55-65, дозванивайтесь до нас Возможно, у нас есть вопрос к специалисту И вот как раз вот самая главная тема, которая меня затронула, касаемо профилактики мер предосторожности Я, наверное, снял вопрос о антистезиске Да, можно ли как-то, да, меня тоже, ну, это, я думаю, всех волнует в первую очередь Как можно ли уберечься как-то от клещей? Естественно Не ходить в лес, да? Не работать в лесу, в лесу Не ходить в лес, конечно, это невозможно, ведь хочется, правильно, отдохнуть на природе Особенно в сезон их активности, когда пик, это июнь, июль, май, последняя декада мая Поэтому все хотят на природу Ну, что же делать, если все-таки мы решили сходить в лес, да? В первую очередь надо желательно одеться соответствующим образом Это светлую одежду, для того, чтобы видеть ползущего клеща Значит, одежда должна плотно прилегать к телу Обязательно головной убор Это может быть, значит, капюшон, косынка для женщин Шлем Рубашка плотно застегнута с рукавами Наверх куртка, допустим Брючки в носочке Сапожки резиновые То есть так, чтобы он максимально не мог попасть к телу Июль, 30 градусов, бедный Да, как же быть в жару, в жаркую погоду, летом? В жаркую погоду, значит, ну, мало того, что я сказала, что одеваться, ну, в светлом тоне, чтобы его легко заметить Постоянно, регулярно, желательно в течение часа проводить само Если вы с кем-то взаимоосмотры друг друга, на наличие клещей, ползающих по телу Обязательно, и это обязательно, использовать репелленты Это так называемые вещества, да, распылители, которые можно купить в аптеке, в специализированных магазинах Ну, которыми себя... Работает, то есть можно... Работает однозначно, конечно Это же, нет, нет, нет Есть противоклещевые, спросить в любой аптеке и в соответствии с инструкцией по применению Есть такие даже, которые непосредственно на тело, есть такие, которые только на одежду Вот, далее, что необходимо сделать всегда, значит, смотреть своих животных, с которыми, если вот пошли в лес Потому что любят клещи и наших собачек, и кошечек Если в хозяйстве имеется коза, то обязательно осматривать и ее Почему? Потому что одним из путей передачи клещевого энцефалита, например, для человека Есть такой путь, как алиментарный называемый, это путем употребления, да, в пищу козьего молока А вот это действительно так предоставлено? Да, поэтому, если есть коза, смотреть, во-первых, на ее состояние здоровья Ну, то есть видно, животное тоже, как и человек болеет И если, увидев малейшие симптомы недомогания, значит, надо обратиться обязательно к ветеринару Потому что через молоко, когда клещи, если нападают, ну, в период, если там, допустим, выгуливали эту козу, кормили там возле очага, где есть этот клещ, зараженный вирусом клещевого энцефалита То вирус пропадает в молоко именно в основном козье Поэтому без кипячения не употреблять, соответственно, не покупать у неизвестных лиц И надо обратить внимание на то, что только кипяченое молоко в течение как минимум трех минут может обезопасить, да Хотя, ну, многие любят сразу, да, свежие козья, на самом деле, потом могут быть большие проблемы Поэтому выпасать вот таких животных на культуренных, конечно, пастбищах Отдыхать в лесу, желательно на полянах, лишенных высокой травы, растительности Желательно в сосновом лесу, которые, ну, светлые Клещи не очень любят сосновые леса Они любят смешанные, лиственные, с затенением, с влагой Вот это их любимые места обитания У нас, да, есть звоночек Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Татьяна Татьяна Я обошла три аптеки, все они находятся на районе Восток Ни в одной из аптек нет репеллентов Именно для клещей, то есть против клещей Ну, то есть для защиты от клещей То есть их заказали, их ждут, но их нет Три аптеки Ну, это, правда, один район Вот, я не уверена, что в других районах Вот, везде есть эти репелленты Я понял вопрос, спасибо большое за вопрос Скажите, насколько Центр гигиены и эпидемиологии влияет на состав предлагаемых товаров в аптеках Вот, например, вы можете какую-то рекомендацию, пишите ли вы это Вот, насколько вы к этому видите отношения? Вы знаете, что мы только путем мониторинга Мы не можем так влиять, но мы, естественно, пишем в ведомство И в торговую сеть, да, о том, что необходимо наличие данных препаратов Скажите, о сроке хранения этих, может быть, связано с тем, что они какие-то особенные сроки Или могут заказать сегодня, они же, наверное, достаточно высокий срок хранения Высокий, конечно, это же не пищевой скоропортящийся продукт Это однозначно, что это имеющие препараты, которые имеют срок годности длительный Я не думаю, что он менее двух лет, а то и трех Но начнем с того, что если такая ситуация имеет место То, я думаю, просто аптечная сеть еще не ожидала, что март месяца Март месяц, и люди, так сказать, побегут в аптеки Потому что все равно сезон, в принципе, начинается с апреля И продолжается вот июнь, до июня, июля, и далее чуть-чуть идет на спад То есть я не думаю, что их не будет, скорее всего, они есть Может быть, так действительно попало Но то, что этот вопрос отслеживается, это однозначно А вот еще, да, наверное, актуальный вопрос Это профилактика, хорошо, да, вот соблюдаем нормы Но все-таки, что делать, куда бежать, к кому обращаться, если печь Ну вот случилось, нашли, увидели себе Или на себе и на своем, допустим, питомце тоже, что делать? Ну, не пугаемся, спокойно пытаемся его сразу же извлечь Это можно сделать в домашних условиях Потому что, ну, чем дольше, естественно, он сидит, тем больше шанс того, что если он вдруг заражен То он со своей слюной в рану, может, так сказать, внедрить возбудителя Либо клещевого энцефалита, либо чаще всего лаймборелиоза Поэтому достаем его Для этого существует, ну, как бы, несколько способов в домашних условиях Ну, значит, первое, что, ну, что хочу обратить внимание Что ранее советовали такое, капните масляцами Масляцами, кремчиком помажьте Нет, это миф И более того, это наоборот способствует инфицированию раны То есть ему не будет чем дышать И он не просто не вылезет Он просто, ну, вместе со своей слюной Ну, увеличивается шанс того, что он возбудителя Значит, разозлился и еще сделал Да, поэтому этого делать не надо Можно только порекомендовать развести Очень насыщенный раствор обычной поваренной соли Смазать это место и далее извлекать Значит, можно взять пинцетик И как можно ближе к хоботку, который внедрен в кожу Захватить и осторожными, вращательными движениями А лучше еще даже против часовой стрелки выкручиванием Попытаться его извлечь Желательно с хоботком Ну, желательно, то есть без резких движений Чтобы хоботок не оторвался и не остался в коже Можно накинуть нитку в виде петли Это фантастический способ, мы обсуждали И тут, раскачивая из стороны в сторону Также попытаться его очень аккуратненько извлечь Сейчас в аптеках, то есть наука шагает вперед Все для человека, поэтому уже в аптеках Продаются специальные наборы для извлечения клещей Это очень удобно Там есть прямо пробирочка, в которую его можно посадить с крышечкой И такое специальное приспособление, которое прямо захватывает его И потихонечку достает Вот это, наверное, все-таки больше шансов Вот здесь, как совет специалиста Стоит это делать, взять этот набор и иметь его с собой в лесу И в лесу, увидев клеща, заниматься извлечением Или все-таки нормально приехать домой И все-таки делать это в домашних условиях Или если в лесу позволить Или чем быстрее, тем лучше Чем быстрее, тем лучше Но вообще, конечно, к сожалению, следует отметить Но не увидите вы его в лесу Потому что если у него появилась возможность Вы не заметите, скорее всего, этот период Он потихонечку ползает с одеждой И если попался, допустим, он любит складки какие-то Подмышечные впадины, да, на груди, там, за ухом У детей часто на волосистой части головы Но если голова не прикрыта каким-то головным убором И в основном это, конечно, происходит, когда уже люди приехали Кстати, когда он там, допустим, кусает Ну, то есть внедряется в кожу Не очень-то и заметишь Никаких болевых синдромов нет Потому что со слюной он там выпускает, так сказать Ну, такой обезболивающий компонент имеет Поэтому и присосался, и продолжает пить кровь Чаще всего это все происходит дома Дома А вот чем обрабатывать еще? Вот удалили мы клеща, извлекли его обработать Это всего лишь банальные спиртсодержащие нам всем известные растворы Салициловый спирт, борная кислота, спиртовый раствор То есть любым спиртсодержащим А когда удалили, не давить его ни в коем случае Да, и помыть руки обязательно Стоит проверить клеща, правда? Ну, на сегодняшний день, понимаете, это личное желание человека То есть мы будем говорить о том, что существует два пути, как действовать Первый путь, это обратиться в поликлинику без паники Потому что, ну, как бы на завтрашний день, допустим, зайти к терапевту Если это ребенок-педиатру, к инфекционисту И рассказать о такой ситуации Значит, медики назначают экстренную химиопрофилактику Но надо обратить внимание, что она будет эффективна Только если прошло не более 72 часов Можно поступить другим путем Действительно, обратиться в территориальные центры гигиеноэпидемиологии Это наш Брестский областной Это Барановический зональный, Пинский зональный центры гигиеноэпидемиологии Кобринский зональный, Березовский районный и Пружанский районный центры гигиеноэпидемиологии Где проводятся исследования клещей на возбудителя лаймборелиоза Так, на клещевой барелиоз И там на платной основе сделают исследование этого клеща На клещевой энцефалит исследование проводится только в нашем областном центре гигиеноэпидемиологии Я не думаю, что это больших стоит денег Это стоит не больших денег Я могу сказать, значит, это в зависимости Ну, цена немножко варьирует в тех центрах, что я говорила Это в зависимости от стоимости расходных материалов, диагностиков В нашем центре, например, я скажу так, что стоимость исследования на клещевой энцефалит Это 7 рублей 20 копеек А на лаймборелиоз 8 рублей 59 копеек Ну, остается только добавить, что все меры профилактики будут соблюдаться нашими телезрительными После сегодняшнего разговора наверняка Ну, а если такая ситуация случилась, мы не паникуем Берем, вынимаем клеща спокойно, проверяем его И обязательно обращаемся, смотрим за своим состоянием Если, допустим, ну, клещ не сохранился и нам не удалось его проверить А лучше сразу обратиться к врачу И если есть такая возможность, получить лечение соответствующее Лена Антоновна, спасибо большое вам за беседу Все, я теперь знаю все наизусть, уверен, наши телезрители Да, надеемся, телезрители тоже запомнили Главное правило — меры предосторожности Спасибо вам, что поделились этой полезной, чрезвычайной информацией Спасибо Продолжаем небольшой блок рекламы на телеканале «Беларусь-4» Программе «Тринец пресс» И скоро к вам вернемся Суперакция в сети магазинов «Вам Рад» Стиральная машина «Индезит АйВСБ 5085» Всего за 459 рублей Только «Вам Рад» Техника и мебель на разный вкус и лад В торговом мега-центре «Вам Рад» Телерадиокомпания «Брест» требуется юрист-консульт Обязанности Юридическое сопровождение договорно-правовой деятельности Решение юридических вопросов Введение претензионно-исковой и судебной работы Анализ правовых рисков Введение кадрового делопроизводства в полном объеме Требования Высшее юридическое образование Опыт работы От 5 лет Умение вести одновременно несколько проектов Испытательный срок 3 месяца Резюме присылать по адресу БСТ ТРК Собака Мэйлру Телерадиокомпания «Брест» приглашает всех желающих в возрасте до 35 лет На открытый кастинг ведущих программы «Утренец пресса» Ждем вас 16 марта в 10.00 по адресу Город Брест, улица Куйбышева, 64 Справки по телефону 8 0162 21 55 53 и 21 37 34 Продам деревянный дом в центре Иваново Телефон 8 0162 55 44 71 И 8 029 224 37 04 Новая коллекция «Весна-2017» в магазинах мужских костюмов «Абсолютекс» и «Базиони» Широкий выбор костюмов, пиджаков, сорочек, галстуков и аксессуаров Торговый комплекс «Корона» Московская, 210 Торговый центр «Дидосперсия» Магазин, 203 Торговый комплекс «Гостиный двор» Магазин номер 3 и номер 64 Телефон Плюс 375 29 525 14 09 Такси-сити в Бресте Цена поездки рубль 50 до 1 километра Каждый последующий километр 60 копеек Также оказываем услуги Деткое сидение в машине Трезвый водитель Запуск двигателя при севшем аккумуляторе Вызов эвакуатора и грузового такси Во многих машинах бесплатный Wi-Fi и AUX Такси-сити Телефон МТС и Велкоп 565 4 шестерки Такси сейчас не роскошь К сведению жителей Брестской области По субботам с 9.00 до 12.00 В каждом городском и районном исполнительном комитете Работает прямая телефонная линия Позвонив на которую Можно задать волнующие вопросы Представителю городского районного совета депутатов Или руководству городского районного исполнительного комитета Беларусь 4, Брест Телефон рекламной службы 8 0162 20 35 45 Сосна Мофусаил Самый старый живой организм на планете Этой сосне 4843 года Она выросла из семени Которая упала на землю В 2832 году до нашей эры Мофусаил расположен на склоне горы В Калифорнии В национальном заповеднике Точное местонахождение Мофусаила Держится в строжайшем секрете Чтобы избежать вандализма Сосна Мофусаил была обнаружена В 1953 году Ботаником Эдмундом Шульманом Обезьяна Ревун Самое громкое сухопутное существо На планете Ее можно услышать за 5 километров Ревуны живут семейными группами По 15-18 особей Типичный рацион Листья, плоды и почки Длина тела составляет От 40 до 70 сантиметров Длина хвоста 50 сантиметров Вес 6-8 килограмм Хвост хватательного типа Шерсть длинная Существуют различные варианты окраса Ревуны имеют хорошие Развитые горловые мешки Играющие роль резонаторов Мост фонтан Радуги Самый длинный мост фонтан в мире Длина 1140 метров Расположен в Сеуле И официально занесен В книгу рекордов Гиннеса В отличие от обычных фонтанов Бьющих вверх Струи фонтана Радуги Направлены в стороны и вниз Вода забирается и выливается В реку Ханган Ежеминутный расход 190 тонн Фонтан оборудован 38 насосами Максимальный расход воды Каждого из которых 420 кубометров в час Дальность выброса Струи воды 20 метров Официальное открытие фонтана Состоялось в мае 2009 года Доброе утро продолжается Мы снова в эфире И продолжаем делиться полезной информацией Интересной И поговорим о привычном Я думаю для многих Предмете одежды Это о галстуках Интересно что Мода на ношение галстуков Зародилась в Хорватии И само слово тоже придумано Хорватами Интересная история С этим связана Во время 30-летней войны С французами Французам понравилось то Каким манером Хорватские войны Завязывали платок У себя на шее И они таким жестом Показывали на грудь И спрашивали Что это такое Хорваты же думали Что они спрашивают Кто ты такой И отвечали Хорват То есть И таким образом Хорват Кроват Привычное уже для нас Более слово Вот так влилось Что же было у нас В русском языке Слово галстук Заимствовано Из немецкого языка В данном случае В буквальном переводе Означает Шейный платок Ну и интересная история Также связана с галстуками Которая произошла Также на войне Когда французы Должны были быстро Повязать галстуки Это сделать не успели Ну и согласно Этикету Должны были быть в галстуках Но так произошло Что надо было быстро Выходить из казарм А галстуки были Не повязаны И поэтому остались В таком достаточно Неопрятном виде В данном случае Но этот неопрятный вид Стал особенным стилем Дальше Ну если говорить О шейных вообще Украшениях В данном случае То можно еще вспомнить Шарф Китай в этом случае Является родиной шарфов И тоже Примечательно Что атрибутом одежды Он был у воинов То есть он повязывался Как символ Силы Воинственности А сейчас Это больше Наверное Все-таки женские Сегодня это Все это украшает Сегодня Стали это уже Атрибутами интересные И авторскими работами Шарфы И галстуки И бабочки И все это украшает И мужчин и женщин Собственно говоря Авторские работы Есть не только В атрибутах одежды Прямо сейчас Интересный сюжет Об авторских табуретках Что это более подробно Каждое дерево Каждое дерево в мире Рождается дважды Впервые Когда выпрямляет Спину ростком Взламывая Жемчужницу Семечка И снова Когда руки мастера Снимают со ствола Кору Извлекая наружу Не чистую древесину А что-то Совершенно конкретное Например Ножку от табуретки Это второй Первый раз Для дерева И всякий раз Первый Для Анастасии Ермакович Потому что Авторские табуретки Не бывают Одинаковыми До этого У нас Ни одной доски Такой свободной В доме не было И гвоздей не было И шурупов не было И клея не было Ничего не было Поэтому да Пришлось Все-все-все Все с нуля Вот И хотелось Сделать такую табуретку Глядя на которую Я бы вспоминала Про Голландию Вот в этой табуретке Вот именно в форме ее И в цвете Попыталась Воплотить свои ощущения От этой страны Природа Тюльпаны Мельницы Свобода Анастасия Вдохновенно изучающая Голландский язык Говорит, что голландцы Очень похожи на белорусов Только упорнее Поскольку свою землю Им пришлось Отвоевывать У неумолимого моря Они конечно Чуть-чуть более Безумные В голландском языке Такое слово есть Рар Который вот Вот именно Странно безумный Ну слегка Но ведь и порыв Молодого культуролога Заняться изготовлением мебели При условии Что работать с инструментом До этого в принципе Не приходилось Вряд ли можно назвать Прагматичным Хотя Почему бы и нет Если заботливый муж Всему научит Всегда поддержит И направит Вот так постепенно Освоив ручной инструмент Анастасия Перешла на электрический Первая моя покупка была Это электрический лобзик И это просто Победитель номинации Покупка года Он отработал себя Вообще на ура Время летело Табуретка рождалась За табуреткой Подражая действительности В творчестве Анастасия создала И эдакий прототип Прототипов декорирования И смастерив Абстракт сакуру Табурет Который навевает Мысли об иероглифах И одновременно Цветении вишни И это только Один из этапов Большинство из которых Впереди Причем не только У самой Анастасии Но и у каждого из нас Ведь главное Однажды решиться Могут все Но из-за каких-то Внутренних стопоров Из разряда У меня не получится А вдруг не получится А зачем я буду что-то менять Когда и так Все более-менее Вот это может стопорить А так Надо посидеть Подумать И начинать делать Не научишься бегать Если не будешь бегать Интересные да Табуретки 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 Такие же фантастические Как и наша следующая информация На орбитальный космолет Переселится до 10 миллионов землян Специалисты из британского Межпланетного общества Пообещали массовое заселение Орбиты Земли Всего через 20 лет Как сообщают планетологи Те кто занимаются изучением планеты Да Занимаются изучением планеты На страницах одного Из британских журналов К 2037 году На орбитальный космический корабль Смогут переселиться До 10 миллионов землян Как мы уже говорили Что же будет происходить Это произойдет в 1937 году Обслуживать они будут Мощнейшие солнечные панели Аккумуляторы которых Должны будут поставлять Энергию солнца на землю Собственно говоря Здесь главная задача Вынести эти панели За планету За атмосферу земли Которая не будет мешать Солнечному свету В данном случае совсем Очень скоро эти панели будут работать Если все получится Британских ученых В 2037 году И собственно говоря Первая энергия Получится на земле Более дешевой Потому что конечно Панели будут работать Гораздо эффективнее Об этом собственно говоря И речь Ну фантастика Фантастика Ну а к слову Еще параллельно Американские корпорации Планируют первые полеты Людей на Марс Американцы любят планировать А русские делать Где-то к 2026 году Обещают они это сделать Друзья Кто сейчас как раз находится В таком возрасте Семилетним, шестилетним Наверняка такие телезрители есть Мечтаем о космосе Становимся космонавтами Ну а если не становимся космонавтами Если кто-то сегодня идет в школу Во вторую смену Прямо сейчас смотрит телевизор Напоминаем о том Что уроки надо сделать А в школе получать сегодня хорошие отметки И тогда точно Есть шанс полететь на Марс Да, ну в любом случае Я думаю Это тема полета космического Все ближе и ближе к нам Но все-таки вернемся с неба на Землю И посмотрим наш следующий сюжет Энергоэффективная новинка Появилась в 51-м и 80-м Детских садах областного центра Здесь установили Солнечную электростанцию В эксплуатацию установка Введена в начале февраля Солнечная энергия при помощи коллектора Превращается в тепловую Даже при пасмурной погоде Система работает За сутки гелиостанция Позволяет получать до 3000 литров горячей воды Она необходима для детского бассейна Ранее он работал только в зимний период Теперь круглый год Летом избыта горячей воды Можно будет использовать и для пищеблока Дети меньше болеют Мы провели внутри сада Такое исследование небольшое И заметили, что те дети Которые регулярно ходят в бассейн И посещают занятия плаванием Они стали меньше болеть Дети оздоравливаются Кроме этого получают массу положительных эмоций Всего в садике 12 групп И мальчики, и девочки с радостью Посещают спортивные занятия Плавим на дождь, ныряем Делаем водолаза Чтобы научиться плавать и сами плавать Чтобы быть здоровыми и закаляться Мы плаваем для здоровья Чтобы мы были смелыми и даже не болели Разработкой проекта и поставкой оборудования Занималось пинское предприятие Сборкой и наладкой генеральный подрядчик В леске городской ремонтно-строительный трест Стоимость проекта около 95 тысяч рублей Из которых 36 поступили из республиканского бюджета Планируется, что окупится проект за 6,5 лет Экономический эффект за год Здесь именно по бассейну составит 12 тысяч рублей Но он может и быть и больше Потому что потребление по самому учреждению То есть по бассейну составляет около 11 гигакалорий И если посчитать, по какой стоимости мы получаем гигакалорий Она у нас сегодня состоит в 136 рублей 20 копеек Без НДС То уже по году видно, какой экономический эффект у нас достигается То есть мы сможем эти деньги перенаправить на какие-то другие нужды Именно для этого учреждения Это гелеустановка в честь реализации программы Энергосбережения Брестской области на 2016 год Такое же инновационное оборудование появилось и в 51-м детском саду Бреста МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Возвращаемся в студию прямого эфира Прямо сейчас с удовольствием анонсируем нашу новую, так называемую, рубрику Ну, может быть, идею программы Тринь-эспрессо Мы хотим знакомить вас, уважаемые телезрители, с новыми профессиями Вернее, молодыми специалистами, которые представляют различные отрасли нашей экономики И сегодня буквально с самого начала анонсируя данное направление Мы с удовольствием представляем нашего первого гостя И в гостях у нас педагог-психолог социально-педагогического центра города Бреста Шкабаро Кирилл Борисович Доброе утро, Кирилл Борисович В рамках рубрики нашей «Молодые специалисты» Психология, именно детская психология, наверное, достаточно интересное сочетание Как получилось так, что вы на том месте, на котором находитесь? Ну, меня с молодости, далекой молодости, интересовала психология Вообще человеческие переживания, все, что происходит в психике человека А детская психология оказалась интереснее, потому что дети сами по себе интереснее, чем взрослые в некоторых моментах Вот у них не такая, так сказать, четко сформированная картина мира И они умеют смотреть на этот мир более с необычных ракурсов, так сказать Вот поэтому это стало моим выбором Вы продолжаете, идете по стопам, может быть, родителей, нет? Не совсем Ну, меня в семье интересовали все психологии, но никто как бы не работал психологом А когда вы решили вот для себя, что вот будете педагогом-психологом, что вот будете именно учиться этому? Может, с ранних лет? Нет, где-то перед распределением Потому что вообще я думал быть преподавателем психологии, а получилось, что пошел, ну, работать в приют детский наш Вы сейчас находитесь, вы молодой специалист, да? Вот это вот, вы были на бюджете, занимались, и сейчас перешли работать вот этот центр педагогический, социально-педагогический центр города Бреста Это очень необычное место, был выбор или так сложилось? Не было выбора Не было выбора Вы сейчас, ну, вот, морально-психологически, вам интересно? Да, очень даже Я даже передумал быть преподавателем психологии Передумали из этого, да? Ну, расскажите более подробно о работе этого центра Может быть, теперь уже как раз вы работаете в этом центре Детская психология, это очень, как вы сказали, очень интересная отрасль И при этом очень важная и фундаментальная, ведь это формирование будущей нации Да Ну, к нам в центр приходят дети из неблагополучных семей, из семей с социально опасным положением Там они находятся около шести месяцев За это время мы работаем с родителями Как бы навещаем их все время, следим за тем, чтобы они исправлялись Вот, и работаем с детьми Проводим диагностику полную и проводим коррекционные работы с ними Вот, исправление некоторых моментов в психике Вот, ну, вот такая специфика А что самое сложное, вот вы бы выделили для себя Какие-то у вас, может, трудности, вот, именно связанные с вашей деятельностью? Ну, для меня пока что труднее всего, наверное, с родителями работать Потому что трудно быть для них авторитетом, когда ты только что вышел с университета И тебе 22 года, и ты пытаешься им что-то говорить, как-то воздействовать Вот это трудно То есть все-таки недоверие к молодым специалистам Может быть, может, есть такое Ну, а как вот, по вашему мнению, оправдано ли оно, это недоверие? Трудно сказать Может, местами оправдано Потому что я пока что накапливаю опыт, кое-где я еще не очень компетентен С другой стороны, молодые специалисты, которые только закончили, мне кажется, высшее учебное заведение Определенные, проучились Они очень тесно связаны еще с теми знаниями, которые даются И с технологиями современными Ведь планета движется вперед И движутся технологии в психологии, во всех отраслях экономики, да, и общественной жизни И, собственно говоря, суть нашей сегодняшней встречи Это доказать о том, что молодые специалисты Они обладают какими-то дополнительными Такими качествами Которыми не может обладать человек с огромным опытом Потому что опыт-то меняется Потому что, собственно говоря, задачи-то другие Дети сейчас, я не знаю, вот новая зависимость Какие, кстати, можно определить Вот телефоны, есть? Есть проблема? Да, конечно И вот тот опыт, который сейчас, его же нету У людей, которые там с опытом 30 лет Телефонов-то не было Как вы это рекомментируете? Ну, я думаю, что молодые специалисты сейчас более, как бы так сказать Соответствуют духу времени, что ли Мне легче налаживать контакт с детьми Потому что я сам-то, по сути, не намного их старше Особенно подростков каких-то современных Я многие темы современные понимаю Мне нетрудно найти контакт с ними На какие-то общие темы Это очень помогает в работе, если честно Вот, ну, что еще То есть подросток может увидеть друга в психологе Да Потому что обычно связано так Вот, иди к психологу, значит, ты там что-то плохо сделал Психолог на тебе Я думаю, это одно из самых важнейших, наверное, в профессии вашей Да, именно доверие Если есть вопросы у наших телезрителей 21-55-65, дозванивайтесь в прямой эфир Возможно, у вас есть вопросы к детскому психологу Связанные с детской психологией А возможно, кто-нибудь из школьников Кто хочет стать будущим педагогом-психологом Тоже может задать свой вопрос Если еще, конечно, не в школе Да, можно звонить 21-55-65 И задавать свои вопросы Возвращаясь к профессии Любимчики и их отсутствие Трудно контролировать Нет, не трудно Не знаю, почему, но не трудно То есть есть профессиональная этика, которая существует, да? Я не уверен Просто у меня нет нелюбимчиков особо Потому что я не знаю, за что можно в основном не любить детей Вот Детей нельзя не любить за какое-то плохое поведение За какие-то выходки и поступки Потому что, по сути, причина такого поведения в том, что ребенок когда-то был несчастным в детстве Вот, это оставило какой-то след, и такое поведение — это следствие Вот, поэтому не любить за это, мне кажется, как-то неправильно Какие базовые советы родителям вы можете дать, как детский психолог в воспитании детей? Есть какое-то, ну скажешь, там, три золотые правила, или два, или десять, или тысяча? Может, конкретно какой-то возраст может так конкретизировать? Не бить! Ну, не бить это, я думаю Вот такие какие-то вещи психологические Я думаю, что можно дать один совет, как минимум Самый важный — это не забывайте уделять своему ребенку внимание положительное, как можно больше Внимание и принятие Именно уметь принимать ребенка таким, какой он есть, каким он стал, без осуждения, без какой-то негативной оценки Если что-то делать неправильно, и это с точки зрения объективности неправильно Надо объяснять или, опять же, принимать? Объяснять ребенку? Ну, как, вот он плохо что-то делает, я вот принял Где-то какой-то проступок, может быть, да, не слушаются родители То смириться с этим и сказать, ну, хорошо, или все-таки как-то воздействовать? Ну, принять — это не значит смириться просто Принять — это значит не оценивать негативно А объективно объяснить можно и принимая ребенка Как бы так, что одно другому не мешает, я думаю А вот, может быть, совет конкретно, актуальный утром для родителей Если ребенок не хочет вставать в школу, да, вот Может, какой-то совет по этому поводу, как психолог, какие-то хитрости есть, как его заманить? Только в пределах разумного, конечно, Кирилл Брисович А, ну тогда не знаю Ну, я сейчас не могу, если честно Петь надо, нет? Можно и спеть, не знаю, можно придумать что-то необычное Надо для начала вычислить, какими мы обычными методами пытаемся пробудить ребенка И попробовать нечто кардинально другое, необычное, новое Может быть, какой-то завтраком каким-нибудь вкусным Можно громкой песней, музыкой включенной, не знаю, что-то еще такое позитивное, радостное Создать утром настроение С какого возраста стоит родителям обращать на психическое состояние ребенка? С рождения С рождения, отлично С какого возраста стоит посещать психолога и стоит ли это вообще делать? Стоит ли вот к специалисту обращаться? Вот есть такой какой-то переломный момент, когда родитель должен увидеть, что вот все-таки, наверное, наше внимание недостаточно, участие, а все-таки нужен специалист Ну, я думаю, что это стоит смотреть уже по ситуации Нельзя сказать, что всем детям в определенный момент надо психологу, вот, с какого-то возраста Есть трудные периоды в жизни у ребенка, есть кризисы трех лет, подростковый кризис А трех лет, кризис трех лет с чем связан? Что это такое? Ну, ребенок впервые самостоятельности требует Он пытается быть самостоятельным, но не может тебе еще этого позволить Поэтому несоответствие условий для развития его требований вызывает кризис такой То есть это может быть капризничает, то есть это нормальное явление А вот что делать, если вот родитель решил все-таки, что ему одному не справиться, да, что ему нужна помощь специалиста И мне кажется, есть такое еще немножко стеснение какое-то, да, обратиться к психологу, как вот с этим бороться? Бороться с стеснением? Ну, именно для родителей, то есть преодолеть этот барьер, что вот нужно пойти к психологу Даже не знаю Разубедить, может, у вас есть возможность разубедить родителей, что в этом нет ничего зазорного, ничего страшного? Ну, возможно, у нас есть стереотип против психологов, которые промывают мозги и как бы советуют всякие глупости Но в нашей стране, возможно, психологи не столько популярны, тоже можно так сказать Но я думаю, что это не очень правильно, потому что, ну, обратиться к психологу, это не страшно В общем, это никак не навредит человеку, как минимум, вот что я думаю Но все-таки психолог, это как и к другому любому врачу мы обращаемся, да, когда у нас есть какие-то жалобы какие-то Поэтому не стоит бояться, телезрители, если у вас какие-то трудности, да Да, если у вас есть сейчас вопрос, звоните сейчас Да, можно задать вопрос в прямом эфире Можно сейчас вашу проблему немножко и решить, связанную с детской психологией На самом деле, тема такая интересная Ну, с коллегами, проводите ли какие-то семинары, тренинги? Вы, как молодой специалист, как государство уделяет внимание вам? Как контролируют вас в течение этих вот двух лет? Период отработки? Как особенности? Вдруг кто-то сегодня из старшеклассников принял решение пойти именно на психологию? Что вы могли сказать по этому поводу? Как прокомментировать? Насчет контроля Ну, вот всего подряд Начнем с, да Ну, у нас проводятся методические объединения довольно часто, куда собираются психологи Бреста всего Вот, там обсуждаются различные темы психологические Друг друга обсуждаете, нет? Не совсем Такие батл-психологи Нет, нет, нет Обсуждаются психологические темы всякие актуальные По психологии детской, по развитию ребенка и так далее Вот, там можно почерпнуть какие-то полезные знания Вот, насчет контроля Контролируют меня в основном пока что на работе, администрация То есть есть, скажем так, коллеги вышестоящие, которые подсказывают, где-то вы находитесь под контролем Да Есть, честно скажите, вот тоже такой вопрос, достаточно, может, не провокационный, но такой честный Поколение борется? Вот вы, поколение, которое сегодня поколение, поколение, которое старше вас Психология поколения, старшие поколения молодого специалиста борются друг с другом? Методики и все остальное? Не уверен, не уверен, что борются То есть, диалог существует? Да, диалог существует, но сейчас понятно, что вообще, как бы так сказать Мне кажется, все поколения психологов, они не пытаются зафиксироваться на каком-то одном своем видении психологии Развиваются все, я думаю Никто не против каких-то инноваций, новых методов, новых течений и так далее Вот касаемо инноваций, новых методов и течений Какие-то методы в детской психологии новые появляются? Не уверен, что знаю То есть, как бы, игры, а хорошо, допустим, компьютер внедряется в систему Или все-таки немножко подальше от этого Скажем, стандартные игры, настольные, общегрупповые Игры в психологии, я так понимаю, играют очень большую роль Да Сменяет ли компьютер эти... Не то, чтобы сменяет, но он сейчас тоже присутствует в жизни детей Во-первых, есть компьютерные игры, которые развивают познавательную сферу Это нельзя отрицать логику, мышление, внимание Мультик, физики есть еще Не играл, не смотрел Мне кажется, это не психологический метод воздействия Возможно, какие-то игры тоже могут психологически помочь человеку в чем-то Но такого большого развития, кроме как познавательной сферы, если честно, в компьютерах пока не встречал Вот Ну что ж, я же не знаю, стоит, может, стоит и психология? Теперь мы точно в этом разбираемся больше Мне кажется, стоит все-таки, да, любому человеку немножко, как вы считаете, вникать в психологию? Да, насколько родителям надо изучать этот вопрос? Родителям-то и вообще каждому человеку, даже не родителю, стоит ли вникать в эти вопросы? Я думаю, не помешает окунуться немного в психологию Я знаю, что центр готовит родителей, воспитателей, центр готовит приемных родителей Они ходят на специальные курсы, да? То есть родители, которые хотят усыновить ребенка, взять патронат и другие формы помощи детям Они обращаются в ваш центр, что происходит с ними дальше? Ну, если честно, этот вопрос я вам не могу ответить, потому что этим занимаются другие специалисты У меня область детский приют и дети, родители детского приюта Ну, то есть все равно задача центра в том числе, да, заключается в том, чтобы подготовить данных родителей То есть, по сути дела, необходимо знакомить с базовой психологией родителей для того, чтобы не совершать таких ошибок в воспитании детей Да Согласна с этим Ну что ж, есть ли, уважаемые родители? Есть звоночек у нас, да? Есть звоночек? Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Катерина Спасибо, что вы дозвонились Почему не на работе, Катерина? Вторая смена Вторая смена Вы учитесь? Нет Нет, ну, все, я все понял Какой вопрос вы хотите задать нашему гостю? Я бы хотела уточнить вашего психолога Как влияют мультики и современные гаджеты на детей дошкольного возраста? Хороший вопрос Спасибо большое, да, очень такой живой С одной стороны, в некоторых моментах они могут позволять развиваться Мультики и гаджеты Опять-таки, как вы уже говорили, есть какие-то развивающие игры, как и на телефонах, и на компьютерах В мультиках возможно перенимание каких-то положительных ролей Вот Но и в то же время Мультики и гаджеты, если их переборщить, могут вызывать повышенную агрессивность Поэтому во всех этих делах важно иметь меру, я думаю Вот И очень ответственно подходить именно к выбору мультиков Смотреть на их содержание Несет ли оно какого-то насилия, какого-то скрытого подтекста неправильного Аморального, можно так сказать Вот, потому что все это оставляет след в психике ребенка Чем младше ребенок, тем больше воздействия, как бы Поэтому стоит за этим внимательно следить То есть все-таки перед просмотром, перед тем, как дать ребенку посмотреть мультик Стоит родителям самим посмотреть этот мультифильм Можно и так Ну, спасибо, будем закругляться уже потихоньку Спасибо, Кирилл, что пришли к нам, поделились полезной информацией Педагог-психолог социально-педагогического центра города Бреста Шкабара, правильно? Шкабаров Кирилл Борисович был с нами в студии Благодарим вас Ну, а мы переходим к физкультурной, так сказать, минутке Фитнес у нас в эфире Встаем и делаем зарядку вместе Доброе утро Если вы сегодня снова с нами, значит, вы готовы совершенствоваться и делать свое тело красивее и здоровее Ну что ж, сегодняшний комплекс упражнений будет направлен на проработку всех мышц ног Первое упражнение будет выполняться в технике приседаний с умом Ноги шире, чем при обычных приседаниях Колени и носки развернуты немного наружу Глубоко приседаем, отводя таз назад И медленно поднимаемся Старайтесь, когда вы уходите назад, почувствовать растяжение внутренних мышц бедра И когда поднимаетесь, их сокращением выводить таз вперед Снова назад и вперед Если вам позволяет растяжка, вы можете опуститься чуть-чуть глубже, чем уровень коленей Снова вниз и на выдохе вверх Не забывайте, что упор на пятки И точно так же, как и в обычных приседаниях, колено не должно выходить за носок Еще раз вниз Спину оставляем прямой Вверх Несколько раз еще вниз И вверх А в зависимости от вашей подготовки, вы можете выполнять от 20 до 30 повторений И последний вверх Соединяем ноги И выполняем отведение ноги в сторону Старайтесь работать именно бедром Медленно вниз, медленно наверх Живот подтянут, корпус не наклоняем, линия плеч остается ровной Выводим ногу вверх и вниз Если вам тяжело делать это просто стоя Соответственно, вы можете опираться на стул, либо придерживаться за стенку Снова вверх и вниз Опорная нога согнута И чтобы не задевать пол Рабочую ногу вы тоже можете немного согнуть в колени Мы работаем на малые и средние ягодичные мышцы Снова вверх Вниз При этом положение пятки не особо важно И натянут ваш носок на себя или оттянут в сторону тоже не имеет значения Выполняйте упражнение так, как вам удобно И поменяем ногу Опорная правая согнута И отводим левую Старайтесь концентрироваться на рабочих мышцах То есть вы должны почувствовать боковую поверхность бедра Не выполняйте упражнения рывком и махом корпуса Никаких лишних движений вверху у вас быть не должно Корпус статичен, живот напряжен И как я уже говорила, плечи не наклоняются в сторону Выдох вверху Вдох внизу Выдох 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 Отлично Если вам этих упражнений достаточно, вы можете повторить их кругом от двух до трех раз Хорошего вам дня Возвращаемся в студию прямого эфира Есть у нас сейчас возможность еще выиграть сертификат И, конечно, после такой смилой музыки и занятий спорта Мы вам предлагаем выиграть сертификат именно связанный со спортом Два занятия в студию фитнеса вам предлагаем Для того, чтобы выиграть этот сертификат Дозвониться надо по телефону 21 55 65 Вот, ну а в студии фитнеса наши партнеры, друзья Будем сейчас говорить об этом более подробно Озвучим вопрос Да, для начала вопрос 21 55 65 Будьте на готове Итак Как на фитнесовом сленге называется подъем штанги или гантелей вверх С выпрямлением рук и с положения стоя, лежа или сидя? Да, такой сложный вопрос Ну, конечно, все мы это знаем, когда используем штангу с положения лежа или сидя Как это называется, очень такое короткое слово Есть трёх букв, выигрываем подарочный сертификат от студии фитнеса Которая находится по улице Московская, 253 Студия фитнеса прилагает уникальную систему тренировок Это два занятия, как раз сейчас вы можете выиграть Уникальная система тренировок включает в себя и ровную нагрузку, и физическую нагрузку Силовую нагрузку, которая позволит вам очень хорошо привести себя в тонус и в порядок очень быстро Там женские только залы, говорят, мужчин нету Поэтому, женщины, кто стесняется немножко, точно туда это для вас Ну а спорт — это жизнь, поэтому дозванивайтесь 21-55-65 Да, дозваниваться могут не только девушке и мужчине Можно подарить сертификат своей девушке, подруге, маме, сестре И дальше по тексту, да? Я еще раз повторю, да, и дальше Еще раз повторим вопрос Как на фитнесовом сленге называется подъем штанги или гантелей вверх с выпрямлением рук Исположение сидя, лежа или стоя Что это такое? Дозвонились, доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Меня зовут Наталья Наталья, очень приятно, что вы с нами сегодня утром, а почему не на работе? А потому что в декрете Вот классно, вот столько женщин звонят, которые в декретном отпуске А малышу сколько? Малышу год и три Мальчик или девочка? Мальчик Мальчик, конечно, мальчик Не Виталик? Конечно, мальчик, а чего же девочка? А как зовут сына? Миша Михаил, ну слышишь сейчас наш Михаил? Ну да, Михаил там с папой где-то ходит С папой, все понятно Пока папа с Михаилом занимаются важными домашними делами, мама занимается еще более важными делами Конечно, есть старший сын, которому нужно два посещения тренажерного зала Вот как, ну интересно, как раз-то студия фитнеса может и пригодиться Осталось ответить на вопрос Ну, ЖИМ, конечно ЖИМ, правильно Поскольку старший ребенок занимается этим, почему бы не ответить на такой вопрос? А кто ответил? Может он и ответил? Нет, ребенок сейчас в лицее старший, поэтому ответила мама Ну это просто ответ, Наталья, да Вы просто молодец, мама Я в курсе Мужу привет передавайте сынам Да, спасибо большое Спасибо, что дозвонились, оставайтесь на линии, вам расскажут, как забрать сертификат Ну, у нас как раз свяжен дальше, продолжаем тему спорта И если Аня не против, мы перейдем на сюжет о спорте Прямо сейчас от Олега Завадского Самое время перейти к новостям активного спорта Буквально вчера стартуал первый этап соревнований по рукопашному бою Среди сотрудников органов пограничной службы республики Шесть областей выдвинули около 70 кандидатов Хозяевами первенства пограничных войск республики по традиции стала Брестская пограничная группа Тем не менее, организаторы отмечают Все команды хорошо подготовлены и достойно побороться за первое место может любая область Данные команды все готовились, знаю Проходили учебно-тренировочные сборы И уровень покажет чемпионат сам И тот уровень, который они покажут И отразится на результате предыдущих соревнований Которые мы запланировали в участии в сборных команд Органской службы На отборочных этапах задача участников Нейтрализовать соперника Выполнить прием, написанный на случайно вытянутом экзаменационном билете Тут и борьба с применением оружия Например, дубинки И задача забрать автомату оппонента И, конечно, классический рукопашный бой Для меня это очередной старт В моей спортивной карьере Очередные тренировки, очередные подготовки И, конечно же, я снова поднимусь на еще одну ступень Своего морального и физического развития Столько позитивно настроенный боец Андрей Герченков из Гродно Боевыми искусствами занимается с 13 лет И останавливаться не собирается Более того, в таком же духе воспитывает двух детей Для сотрудников органов пограничной службы Либо других военных ведомств Навыки рукопашного боя должны быть обязательны А для остальных мужчин достаточно ознакомления Чтобы они смогли защитить себя и своих близких Ну а самые сильные бойцы Представят Государственный пограничный комитет Беларуси На международных соревнованиях Если говорить о истории этого турнира То многократно сборная Беларуси была и побеждала на этих соревнованиях И входила в число призеров Поэтому результаты, в общем-то, достаточно приличные Ну а что будет в этом году, соревнования покажут Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вообще, доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Всем привет! Всем привет и доброго утра! Доброе утро всем! Всем привет! Доброе утро! Это композиция флористики студии Жордан, это цветы, которые представлены перед нами, всегда радуют глаз. Это композиция, которая вам доставит на дом от студии флористики Жордана. Прекрасные букеты, не только настольные, а также другие букеты в другом формировании. Всегда, для меня, например, очень приятно всегда видеть этот букет на столе. Ты знаешь, для меня тоже приятно видеть цветы. А значит, что нравится их женщинам. Это здорово. Конечно, безусловно. Поэтому дарите женщинам цветы обязательно, тем более весна, весенняя погода. Ну, кстати, о погоде. Еще раз давайте посмотрим, что же ожидает нас сегодня. Будет ли тепло и скоро ли зацветут цветы долгожданные. Погода в эфире. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что у нас совместный завтрак был сегодня с нами, вы провели его вместе. Напоминаем о том, что посмотреть программу целиком можно на канале YouTube, прокомментировать можно на сайте ТРК Бреста. Завтра в среду программа Утренец Пресса снова выйдет для вас в прямом эфире. Но сегодня мы желаем вам хорошего дня, мы желаем вам прекрасного, хорошего настроения, желаем вам чудесных эмоций и добрых-добрых дел. В студии работали для вас Анна Денисюк и Виталий Иванов. Виталий Иванов. И до новых встреч каждый будний день на телеканале «Беларусь-4 Брест». Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»